Продолжение следует... Гимн России. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отчаянный бросок Романа Березовского не помог в данной ситуации химчанам и мы видим, что Торпеда не зря оказалась более активной командой перед началом этой встречи и по ходу первых минут матча. Пока не добились своего, Торпедовцы не сбросили обороты. Хорошая очень комбинация и Рылов с левой ноги в дальний угол отправил мяч от Романа Березовского. По передаче ему голевую сделал как раз-таки Евгений Гаврюк. Я говорил о том, что Коновалов-Коновалов буквально пару минут назад он неплохо подключал именно Гаврюка к атаке своей команды. А в итоге Торпедовцы во время голевой комбинации сумели обойтись и без своего капитана. Ну прекрасная просто комбинация в исполнении Евгения Гаврюка и Артура Рылова и Торпеда на 10-й минуте открывает счет 1-0. Переложить себе мяч еще более удобно, чем требовала ситуация и смотрим еще раз. Это не тот эпизод, это эпизод, когда Васильев оказался на газоне в штрафной площади Романа Березовского. Любопытно. Такое впечатление, что Торпедовцы чуть-чуть сбросили обороты после забитого мяча, тогда как химки начинают обретать. Дальние дистанции с левой ноги. Из-за пределов штрафной площади, не особенно раздумывая, ударил поворотом и застал врасплох Саулюса Клевинскаса. Таким образом счет сравнен. Надо отметить, что и в первом, и во втором случае футболисты, как Торпеда, так и Химок, очень здорово исполняли удар, почему оба раза игроки били с левой ноги. Но если сначала в дальний от голкипера угол завернул Рылов, то в том, что касается Артема Воронкина, он решил пробить. Наверное, все-таки можно говорить о том, что ближний. Бросок Клевинскаса оказался несколько запоздал. Холкипер чиркнул по мячу перчаткой, но остановить его попадание в сетку так... ...передачу на кого? Как раз-таки на Шумейко получилась голевая передача. Позабыли про защитника, который подключился к атаке своей команды футболистой линии обороны Торпедовского клуба и в итоге поплатились. А, кстати, вот видите вот на этом повторе, что Шумейко требовал передачи от партнера, но тот, как мне кажется, все-таки бил поворотом. Получилось же как нельзя лучше для хозяев. Ну что, пока выдерживают. Выдерживают темп в один гол за 10 минут команды. Больше того, даже слегка сейчас вышли на более серьезную результативность. Если так пойдет и дальше, то к концу матча мы с вами можем стать свидетелями очень крупного счета в игре. 2-1. Химки, забив два мяча в течение 8 минут, вышли вперед, несмотря на то, что первыми пропустили в этом матче. Ну, сейчас, пожалуй, становится видно, что команды все-таки еще не готовы действовать на уровне клубов Премьер-лиги. Если желания много, мяч едва-едва не вылетел завтра. Казалось, что фолта, пожалуй, был. Но арбитр находился в непосредственной близости от эпизода. Ему было гораздо проще разобраться в этой ситуации. Он посчитал, что нарушения со стороны футболиста Химок не было никакого. А вот Евгений Андреев за свои не самые впечатляющие актерские данные и заработал от арбитра. Тут же контратака Химок. Не получается. Возвращаются назад торпедовцы. Саджая там, конечно, помешал Тиняному нанести точный удар, поворот. Четко на подстраховке действовал Эдик Саджая. По владению мячом по-прежнему торпедовцы... Ух ты! Имеют ощутимое преимущество. Но что бы сейчас значило это преимущество, если бы не своевременные действия Клевинска. В последний момент он опередил Владимира Романенко. Не было нарушения правил, считают арбитры. 59 на 41. В процентном соотношении... Мы с вами видели его дальний удар. Из-за игровой ситуации едва не нашел путь себе в сетку. И вот сейчас закрытый своими футболистами Роман Березовский, своими и чужими же, еще мяч перед ним так предательски подскочил. Оказался не в состоянии этот мяч отразить. Ну, конечно, не лучшим образом действовал Владимир Березовский. Однако же стоит отметить и великолепный по силе и по точности удар Владимира Хозин. 2-2. Очень результативная получается эта встреча. Рылов, Баронкин, Шумейков, Хозин. Именно в таком порядке забивали футболисты. Сегодня дает играть, хотя, похоже, подзывает к себе Земченкова. Назураев и так находится возле арбитра. Желтая карточка кому? Обоим участникам футасовки, судя по тому, как решительно настроен Василий Казахстан. Да. Израеву и Земченкову. Кто-то из этих футболистов не согласен. Говорит, что в локоть выставлял его оппонент. Но арбитр своего решения уже не изменит. По два предупреждения и по два счет на табло. Мяч разве...